Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители! Мы с вами на блошином рынке ретро, расположившемся на заводе Кристаллов. Сегодня я буду делать обзор не только стекла и хрусталя, но и фарфоровых статуэток из Европы. В том числе я расскажу вам и о фарфоре Каппадимондо из Италии. Ой, посмотрите, какое красивое блюдо! Ручная роспись. Какая красота! Стоит оно тысячу рублей! Меня очень заинтересовал этот яркий набор с расписными яблочками. Вы правда же красивые? А можете мне вот сказать здесь, я вот что-то не поняла, что-то написано у них, но я не поняла, что это, сумма какая. Молодец! 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 А вот и фарфоровые статуэтки. И как замечательно, что они почти все с ценниками. Ну вот цирковые артисты. А посмотрите, какая замечательная мильная мордочка у бульдога. Здесь есть все. И серебро, и мельхиор даже. Ну в общем почти. Здесь можно выбрать и кольца для салфеток. Ну а посмотрите, какой большой выбор столовых предметов. Как положено в коробочке. На любой вкус, на любой цвет. Где вы? Это мысен. Посмотрите, какая красота. Ну стоит 200 тысяч. Такой набор. Сюда входят чашечки. Молочник. Кофейник или чайник такой. Тарелочки. Полностью набор. Сахарница. Вот еще, кстати, один мясонистый набор. Тоже. Молочник. Почти. Почти. Молочник. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И самая дорогая здесь 60 тысяч Ну какая дорогая, не знаю, то ли лошади, то ли вот эта красотка Посмотрите, какая у нее юбочка Шляпка француженка Перед вами фотограф Ну а рядом часовщик И мы можем рассмотреть даже его инструменты С удивительной точностью выполнены Вплоть до мельчайших-мельчайших подробностей Это как бы застывшие картинки из жизни Принцессы-валерины, всадники и кавалеры, дети и ангелочки Ремесленники и рыбаки, крестьяне и животные Жанровые сценки А еще чайные сервизы, вазы, чернильницы, канделябры, украшенные цветами и фруктами Да-да-да Это старинные работы марки Кападимонте Фарфор Кападимонте получил свое название от дворцового комплекса На одном из неаполитамских холмов Где в 1743 году Карл III Бурбон и его супруга Мария Амалия Саксонская Основали одноименную фабрику Они решили создать достойного конкурента Именитой немецкой мануфактуре в Мейсоне Первой итальянской фабрикой фарфора стала Венецианская Ветция А затем же началась история Кападимонта По всему неаполитанскому королевству Начались поиски песка и глины Годные для качественного фарфора Кавален так и не нашли Поэтому решили делать фарфор Из других подходящих гленц южных месторождений В смеси с полевым шпатом В результате получили совершенно новый материал Более мягкий, но твердый и прозрачный После двойного обжига Фарфор Кападимонта Отличался от немецких и китайских аналогов Тончайшей лепкой И обилием искусства выполненных деталей А также особым тепломолочным оттенком Карл Третий очень дрожил своей фабрикой Лично следил за всеми стадиями обработки И хранил ключи от мастерских Но спустя 16 лет он предпочел Испанский престол И отрекся от неаполитанского Однако через 15 лет Фабрика возродилась на новом месте В пригороде Неаполи Благодаря наследнику Карла Третьего Фердинанду Первому Который стремился сохранить Исключительные характеристики И высокое качество изделий Но помимо привычных для нас Красочно-глазированных статуэток Он распорядился выпускать И однотонную посуду Из так называемого Бисквитного фарфора Прошедшего только первый обжиг И обладавшего более нежной окраской Именно он внедрил И синий товарный знак Увенчанный короной По которому мы безошибочно определяем Продукцию Капо Демонте После объединения Италии В Неаполе Одна за другой Открылись частные фарфоровые фабрики Они старательно и бережно копировали Образцы королевского мунифактура И поэтому вскоре Капо Демонте стало именем нарицательным Относясь не к отдельно взятому производству А к уникальному стилю и технологиям Неаполитанские мастера Сумели сохранить и развить традиции Изобретая все новые методы и техники Так фарфор Капо Демонте Вошел в список главных ремесел Апеннинского полуострова Наряду с муранским стеклом Венецианскими масками Сицилистскими марионетками Пути и другими И вот я уже в метро Курская Еду домой С покупочками Но самая главная покупка у меня будет Ну, вы убедите Да, Москва Зима в этом Москве Выдалась снежная Очень снежная сугроба уже Человеческий рост А тут такие вот сугробы За которыми прячутся машины Самую мою главную Замечательную покупку Вы уже видели В общем-то Это хрустальные бокалы Богинское стекло Золотом Я их купила Для своей золотой сервировки стола Я думаю, что вы уже Хотя полностью я сервировку Еще не показывала Но я думаю, фрагменты вы все видели Я их вставляю везде Да, вот это вот моя гордость Замечательные бокалы И они сюда очень хорошо вписываются Потому что, в общем-то Я и поехала на кристалл С одной целью Купить какие-то бокалы Праздничные Именно для золотой сервировки Такие красивейшие бокалы На длинных ножках Просто Да, сразу придают Такую нарядность стала Праздничность Вот еще мои покупки Которые я совершила На заводе Кристалл Вот эти замечательные блюдца Смотрите, мой любимый цвет Из золота Но не могла не купить Хотя чашек у меня по одних нету Но буду так использовать Это у нас Так, секундочку Чехословакия Вот такая красота Ну как вот не купить Ну как Розеточки всегда нужны Но вот эти замечательные розетки Они даже немножко напоминают Хурстальные Поэтому Да, они подойдут Ко многим моим сервировкам И я очень довольна Конечно, это стекло Без всяких Знаков Но Старенькие И симпатичные Маленькие Единки Еще одна моя покупка Это От сервиза Пиондулева Тончайшие чашечки Тончайшие Легкие Я уже сказала Что в последнее время Вот эти вот Тонкие Легкие чашки Но я вот получаю Истинное удовольствие Держа их в руке Раньше как-то Было не так важно А сейчас Это очень важно Ну вот Но более подробно Об этих чайных парах Я расскажу вам В следующий раз Потому что я для них Купила Еще кое-что И хотела бы с вами Это обсудить Я с вами прощаюсь Мои дорогие друзья До встречи Желаю всем Самого чудесного Прекрасного Самое главное Как всегда Здоровья Семейного уюта Любви Счастья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому